Приветствую вас и давайте попробуем немножечко с бреван разобраться с термином холод. Что есть понятие холода? Вот когда говорят мужчина ко мне холоден. Как это понимать? Как это вообще воспринимать? Как это расцифровывать? Ну, во-первых, скажем сначала так, что холодность – это сигнальная речь людей. То есть речь бывает двух видов – знаковая и сигнальная, и холодность – это сигнальная речь. Это тип сигнальной речи, но при этом, естественно, в контексте человека можно говорить, что холодность проявляется не только в сигнальной речи, она может проявляться и знаковой речи, то есть словесная, амбитная и так далее. Но, по большому счету, холодность – это всегда сигнальная речь, невербальное сообщение, невербальный посыл от человека. Речь здесь является, по моим мнениям, несколько вторичным элементом, потому что она как бы дополняет общее настроение человека. Человек может говорить какие-то вещи, да, по своему смысловому наполнению. Достаточно приятный, достаточно нежный, но вот если вы чувствуете в его голосе отстраненность, холодность, то это значит, что человек холодный. Да, надеюсь, этот момент понятно. Так вот, сигнальная речь, она достаточно сложно интерпретируется, потому что угадывает человек свое восприятие. И если, например, вот, ну, в том же, в том же самом примере, о котором я говорил, да, что вот мужчина говорит буквально приятные вещи, но вы чувствуете его отчувственность. И вы сразу думаете, ага, мужчина ко мне холодный, значит, у него есть другая женщина. Вот так вот вы думаете. Вот, по крайней мере, это, ну, так сказать, гипербола, да, гиперболическая аллегория на ваше сообщение, на ваши вопросы. Значит, получается так, что вы вот этот вот сигнал восприняли так, как будто мужчина вам изменяет. Но при этом вы упустили более вероятный и более распространенный массив в таком поведении. Это собственные проблемы человека, могут быть внутренние конфликты и так далее. И, к сожалению, я не хотел бы вас обвинять, но, к сожалению, такое восприятие ваше говорит о том, что вы направлены не на мужчину, а на себя. То есть вам важно, как мужчина к вам относится. Но не очень-то важно то, что происходит с этим человеком. Если это так, то советую как раз-таки обратить на него больше внимания, отключить его лаской, заботой, теплом, чтобы он вам доверился, чтобы он поделился с вами тем, что его беспокоит, если такое есть. И вот тогда уже делать выводы. Представим себе, что вы не боитесь. То есть, представим себе, что вы не опасаетесь его потерять. Нет вот этого вот эмоционального налета восприятия сигналов, которые подает мужчина. нету. Этого восприятия невербальной речи. Тогда, я надеюсь понятно, что интерпретация того, что мужчина вам показывает, совершенно другая. интерпретация такая, что у человека что-то происходит. Это нейтральная, независимая интерпретация того, что вам говорит мужчина. Его холодность в первую очередь означает, что у него что-то случилось. Даже если он вам изменил, или из меня, даже если у него действительно остыли к вам чувства, то на это что-то повлияло. Что-то сподвигло его на такое изменение эмоционального фона, например, к вам. На изменение отношения к вам. И скорее всего, если мужчина именно холоден, то эта причина, которая впоследствии может привести к разрыву между вами, к изменению и так далее. Она еще свежа. Она еще не очень отдалилась в прошлое от мужчины. И если вы сейчас начнете проявлять к мужчине повышенную заботу, ласку и тепло, то вы, может быть, скорее всего, сможете узнать, что же с мужчиной случилось, что он стал таким холодным к вам. Скорее всего, его что-то волнует. Это может быть связано с вами, это может быть не связано с вами, но что-то его волнует. Вы пытаетесь это понять. Дальше. Следующий момент связан с тем, что у каждого человека свое восприятие. Подприятие сигнальной речи, да и вербальной речи в принципе тоже однаковой речи свое. И очень важно для себя вам определить, какое у вас эмоциональное состояние, эмоциональное настроение по отношению к человеку. Чего вы от него ждете? Если вы холодность мужчины воспринимаете как уже потенциальную измену, то простите, речь идет о неуверенности в себе. Простите, речь идет о том, что вы сами в себе сомневаетесь относительно того, насколько вы для мужчины ценны, насколько вы для мужчины дороги и любимы. И почему вы сомневаетесь, это большой вопрос. Конечно, скажете вы, мужчина ко мне так относится. Да, это так. Мужчина к вам может относиться, но его отношение, оно ситуативное, то есть оно зависит от того, что происходит в жизни у человека сейчас. Если у него есть какие-то проблемы, то, конечно, он относится к вам холодно. Это нормально, это логично. Важно, что вы сами о себе думаете. Важно, как вы сами к себе относитесь. Важно, считаете ли вы сами себя для него единственными. Считаете ли вы себя самой красивой, самой привлекательной, самой сексуальной, элегантной и так далее. И если нет, то нужно спросить почему. И ответ на этот вопрос даст вам возможность для внутреннего развития, для прогресса, для роста, чтобы эти моменты убрать. И тогда, если вы будете в себе уверены, вы не будете полимеры, а холодность – это полимер. То есть это неявное выражение мужчины, скажем так, ну, отношение к вам. Почему неявное? Потому что явно – это было бы что, ты мне не нравишься, я от тебя устал и так далее. Ничего этого нет, значит, это неявное. И неявное можно интерпретировать по-разному. Если вы неявное интерпретируете в контексте себя, то есть как бы для себя сразу видите угрозу, это, к сожалению, неуверенность в себе. А неуверенность в себе снижает вашу ценность для мужчины. Потому что мужчина чувствует, что женщина неуверенна в себе и понимает, что у него больше свободы, чем, например, было бы в другой ситуации. Если женщина неуверенна в себе, значит, она к мужчине привязана. Если она к мужчине привязана, значит, она от него никуда не денется и он может делать все, что угодно. Вот так, к сожалению, ну, не то, чтобы думают мужчины, но так происходит со временем. Мужчине нельзя расслабляться, мужчине нельзя думать, что вы принадлежите полностью ему. Мужчина в идеале боится свою женщину потерять и боится потерять ее всегда. Поэтому и дрожит здесь. А страх потерять женщину происходит из того, что эта женщина ведет себя достаточно независимо, любит себя и внушает, что не позволит себя обижать, не позволит себя понижать, не позволит себя оскорблять и тем более изменять. И мужчина, который знает, что у него такая женщина, будет ей дрожить. А теперь вопрос, что вы сделали для того, чтобы ваш мужчина вами дорожил в этом контексте. И вот, ответ на этот вопрос также поможет вам нагнетить для себя ориентиры для личностного роста. В принципе, я думаю, что на этом можно закончить. Потому что можно приводить в примеры, очень многие примеры можно приводить того, как мужчина может проявлять холодность. Для кого-то это одно, для кого-то это другое, для третьего это третьего. Ну, столько людей, столько и проявлений на самом деле. Каждый по-твоему это делает. Важно не то, как мужчина проявляет свою холодность, а то, как вы ее воспринимаете и почему. Воспринимать, по крайней мере, от мужчины нужно только прямые, ярко выращенные, явные проявления, а не пример. Пример, это следствие противоречия мужчины, следствие его неуверенности, следствие отсутствия понимания мужчины того, что происходит. И вам нужно помочь ему как можно быстрее проблемную ситуацию понять, чтобы она не начала влиять на ваши отношения действительно сильно. От того, как вы будете себя вести, зависит ваше будущее от мужчины. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались. Обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если делаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи!